Всем привет! Перезалил ролик К своему стыду Смешал своего противника Из первого тура со вторым Если кто-то посмотрел Понятно В чем изменение Сегодня 21 марта 24 года Прошел второй тур чемпионата УРФО Я встречался с молодым Ямальским шахматистом Дмитрием Шаховым И удивил его первым ходом Е2-Е4 Ну что значит удивил Здесь он погрузился в раздумья Более чем на 10 минут Это было приятно Дальше к 15 ходу Мне казалось что у меня позиция была Расставленная на доске Дома Которая получилась Я конечно ошибался В общем к 15 ходу я накопил Примерно минутки 3 То есть у меня с контролем полтора До конца И полуминуткой добавления За каждый ход Где-то минутки 3 накопилось А у него было потрачено Уже больше получаса То есть такой приятный для меня И не совсем приятный для Дмитрия Скажем так Такой приятный для меня И неприятный для Дмитрия Получилась дебютная дуэль Нет он конечно тоже знал этот вариант То есть после того как он рискнул сыграть Е6 Мы плавно пошли К позиции Следующей Так конь е7 Основное продолжение Ферзь g4 Ферзь c7 Еще одно основное продолжение Здесь играли против Дмитрия Неплохие гроссмейстеры Слон d3 дважды Одного из них он уверенно обыграл Вот То есть у него уже есть Несмотря на невысокий рейтинг Меньше 2000 У него уже есть победы над гроссмейстерами Он обыгрывал Евгения Воробьева Обыгрывал Владимира Доброва В этом году Заметьте Не так давно Вот В общем я сыграл Самым принципиальным образом Съел на g7 На астре И в этой позиции Основным ходом является Конь е2 И после dc f4 Конь c6 Верзь d3 d4 Считается что у черных Здесь полноправная игра И по всей видимости Так оно и есть У них куча открытых линий Очень активные фигуры А у белых могут возникнуть Проблемки с королем Но Когда я стримил Какой-то очень серьезный турнир В котором встретились Накамура и непомнящий В пандемию Да Накамура против непомнящего Сыграл здесь Ферзь d3 Вот меня сильно заинтересовал И я даже Тогда вот Сразу сделал файлик По итогу Своей заинтересованности Непомнящий здесь Бил dc И после Конь f3 То есть Пешки на f4 Не оказалось Белые Намного быстрее Чем в основном варианте Где у них лишняя пешка Закончили развитие Намного быстрее Активизировали пешку h И потихоньку выиграли Эту партию вы можете найти Она в интернете Легко мне кажется Должна находиться Вот Дмитрий Шахов Сыграл здесь Здесь Ферзь бьет e5 Шах Принципиально сыграл И на конь e2 Взял dc У меня В записях Написано Ферзь бьет c3 Плюс равно Так оно и есть После размена Неважно Ходят черные конь c6 Или как в партии Бьют на c3 Преимущество двух слонов Мощный чернопольный слон Особенно отдаленная Проходная пешка h Должны весить больше Чем потенциально Мощный центр чернопольный То есть Тут ключевой момент Что он Именно потенциально мощный Здесь Дмитрий сыграл Конь c6 И я был уверен Что играю слон b2 Это сильнейший ход На деле Конечно Это глупейшая глупость Обязательным было h4 С целью поставить Слона на g5 И только потом Делать рокировку Но слон b2 Очень заманчиво Мы напали На h8 И хотим просто Пешку h Провести При помощи слона b2 Но Тем не менее К ходу слон b2 Я в своих записях Поставил знак Сомнительного достоинства Потому что Обязательным здесь было Именно h4 Да Вот После слон b2 У черных был Очень логичный Естественный ход Е5 И Я оценил Эту позицию Как лучшую У белых А комп пишет Что здесь Нули Причем Дает несколько Линей с нулями Но мы же видим Что позиция Разбалансирована То есть Эти нули Это такое Динамическое Равновесие У белых Два слона И отдаленная Аж опасная А у черных Мощный центр И при случае Такие неприятные Лошадки В центре Вот Дмитрий ошибся Тоже тут Ответил ошибкой Сыграл А6 И Меня удивило Что дальше Я долгое время Играл по первой линии Я сделал 3 0 Ну правда Вот с этого момента Играть по первой линии Не сложно Запускаем Берлагу И он у нас Плывет Очень далеко Аж до Вынудили ладью Встать на Аж 8 Дальше нам нужно Прорезать Диагональ А1 Аж 8 То есть Наша задача Привести пешку На Аж 5 Или каким-то Образом Съесть Вот эту Вот важную Давайте я ее Желтеньким Выделю Важную Пешку Аж 6 Удалить с доски Разменять Вот Но черные Хотят пойти Е5 И Поставить Такой барьер Слону Б2 Пешке Ф6 И Е5 Не то чтобы Сразу В ответ На Ж4 Но в какой-то Момент У них будет Ход Е5 Скажем Ладья АД8 И Е5 Поэтому Обязательный Ход Ф4 Здесь Черные Сыграли Коня 5 В общем Я уже Хочу Сыграть Ж4 И Ж5 Пешка Ф4 Отнимает Поле Е5 У коня То есть Сразу Ж4 В ответ На Ж4 Мне не понравилось Конь Е5 После Коня А5 Я сделал Хороший Ход Но здесь По мнению Компа Белые Просто Форсировано Выигрывают Если Я знал Оценку Я бы Нашел Ход Ладья А6 Это Однозначно Идея В том Что Кажется Глупостью Пешка А7 Висит И ладья Но на Король Ж7 Следует Ладья Бьет Ф6 Конь Бьет Б5 То есть Дойти До этого Можно На Король Ф7 Будет Конь Д6 Король Не может Уходить На Восьмой Ряд Из-за Слон Бьет Х8 На Король Ж6 Слон Д3 Конь В5 Конь Д6 Неожиданно То есть У белых В данной Позиции Не хватает Чистой Ладьи Пешка А7 Под боем Но Движок Пишет Что Шансов Спастись У черных Нет Они Неизбежно Попадают Под матовую Атаку В этом Эншпиле И Ну Это Видно Да То есть Если Заподозрить То белые Могут Выиграть Вот В этой Позиции То Ладья А6 Ладья Бьет Ф6 Найти Можно Я К сожалению Не заподозрил К своему стыду После Ладья А6 Более Упорным Комп Считает Д4 И тут Тоже Красивый Вариант Ладья Д7 Шах И отдали На Б7 Бить На А6 Нельзя Из-за Ладья С7 Спокойного И потом Слон Д3 Конь Е4 И белые Или Сразу Конь Е4 Белые Быстро Прибивают А после Конь Б7 Не ладья Бьет Ф6 А ладья А3 С неизбежным Конь Е4 Ж4 Падает На Ф6 Или Ж4 Ж5 И На Королевском Фланге Пешки Очень Пешка А7 В общем Становится Сверх Опасной Я сыграл Ладья А3 Ход Тоже Добротный Кстати Очень Интересная Возможность Которую Я рассматривал Было Вместо Ладья А3 Слон Д3 С идеей На Конь С4 Просто Пойти Конь Е2 Конь Хочет Отправиться На Д4 И давить На Е6 Не пускает Короля На Ж7 Мне Это Все Не Понравилось Из-за Того Что Исчезает Гордость Позиции Белых Чернопольный Слон И Коня На Д4 Могут Просто Не пустить Ходом Е5 Однако Ну Стоило Посчитать Дальше ФЕ Шажок И Черным Надо Сдаться Потому Что На Король Ж7 Последует Ладья А3 С матом Ну И Король Е8 Король Е8 Очевидно Что Не Может Спасти Там Просто Конь Ж3 И Слон Через Е2 Может Поддержать Атакующие Порывы Белых В общем Пешка А7 Здесь Тоже Решает Вот За это Стыдно Здесь Я вроде Думал Не торопился Но В общем Сыграл Ладья А3 Ладья Ц8 Ж4 Все Очень Логично Эта позиция Тоже Выиграна Только После Конь Ц4 Надо было Сделать Ход Запланированный В самом Начале Слон А1 Плюнуть На эту Пешку А3 Потому Что После Слон Д3 Сейчас Конь Е2 И Ж5 Ладья А6 Все Заканчивается Черные Должны Играть Д4 Но В такой Позиции Слоны Белых И Пешки А И Ж С Огромной Легкостью Расправляются С черными Конями Вот Я же Взял На Ц4 И Сыграл Конь Е2 Тут Великолепный Шанс Д4 Найден Дмитрием А я Опять же Грубо Ошибся Ком Говорит Что Обязательным Было Конь Бьет Д4 И он Прав Потому Что На слон Е4 Находится Сильный Ход Ладья Е3 Напали На слона Понятно Что Нельзя Ходить Ф5 Там Слон Б2 Тут Ж Покажет Для чего Он Вышел На эту Большую Дорогу Нельзя Бить На Х7 За Ладья Бьет Е6 И Неважно На С2 Черные Побьют Или На Д4 Белые Ответят Ладья Бьет Ф6 И Слон Б2 Как Данка Слопает Все Что Подвернется Под руку Ну И После Слон Д5 У Черных Серьезные Неприятности Ж Брать На Ф6 Нельзя Там Конь Бьет Е6 А после Конь С6 Мне Из Множества Выигрывающих Продолжений Нравится Слон Е5 Наличие Белым Достаточно Сохранить Одну Ладью Чтобы Этот Разноцвет Был Выигран Это Я Понимал Но К сожалению Посчитать Не смог Мне Казалось Что Я Просто Обязан Бить Ладьей На Д4 И После Ладья Бьет Д4 Слон Бьет Д4 Черные Могли Получить Отличные Шансы На Ничью Если Подняли Ход Слон Е4 Дело В том Что Сейчас Не Работает Ж5 Ну В этой Позиции Черные Грозят Еще Конь Е3 Конь С4 Забрать Пешку А3 Не только На Ф6 Напали И Сейчас Пешек Быстро Станет Поровну Вот Ну Я надеюсь Что Сумел бы Собраться И поднять Ф5 Черные Не могут Брать Еф Из-за Ж5 И они Проигрывают Ну А После Е5 Слон Б2 Я На это Ити Не хотел Но Не из-за Того Что Черные Будут Отдавать Конь Бьет Ф5 Объективно Это Сильнейший Ход То есть Они Сейчас Съедят На А7 И С Двумя Пешками За Коня Имеют Шансы Сделать Ничью Но Я Тут Отказался Из-за Король Ж7 Не заметил Что Белые Просто Нападают На Слон Е4 И Расчищают Наконец Дорогу Слону Партия Закончилась Очень быстро Дмитрий Пошел Король Ж6 Конечно Грубейшая Ошибка Он Рассчитывал Только На Ж5 И Там Тоже Получается Совершенно Ничейная Позиция После Ж5 Ладья Х7 Ладья Х7 Король Х7 Вот После Ф5 Черным Надо Сдаться Потому Что Если Король Ж5 То Ладья Х5 Слон Бьет Ф6 И У белых Лишний Конь Что Позволит Им В ближайшее Время Отнять Пешки А6 И Б5 Он Взял Еф Конь Ф4 Шах Теперь Если Король Ж5 То Просто Конь Е6 И Вновь Если Взять На Ж4 То Слон Бьет Ф6 И Пешка Аш Будет Стоить Черным Очень Дорого А Если Король Ж6 То Ж5 С угрозой Жф С угрозой Ладья А6 Шар И потом Ладья Бьет Ф6 То есть Угроз Полно А на Ладья Бьет Аш7 Проще Всего Сыграть Конь Ф8 И У Белых Лишняя Ладья Поэтому Дмитрий Сразу Ответил Король Ж7 И После Ж5 Сдался Все В общем То Вот Так Вот Закончилась У меня Вторая Партия В Челябинске На чемпионате Уральского Федерального Округа Спасибо Всем Кто Болеет Поддерживает Сегодня Даже Один Из Подписчиков Пришел В гости То есть Посмотреть Как мы Играем Мы Чуть Чуть Даже Пообщались В общем Всем Спасибо